Пенсии на счет или карту с 1 октября. Так, по новому закону. Многие пенсионеры волнуются, как это будет. Пришли даже в отделение банка, вставили карту, имели медпорт, сказали нашими дарами. Ребята же не умеют, ничего нет. Ну, почему можно не подшмазывать, просто не переживать. Итак, обо всем по порядку. Что нужно сделать прежде всего? По новому закону пенсионерам нужно открыть счет в любом банке. Паспорт и пенсионное удостоверение. Эти документы забывать нельзя. Берем паспорт и пенсионное и идем в ближайшее отделение любого банка. Специалисты сами оформят заявление, свяжутся с АБЕСом, отправят туда информацию. Сколько минут это все заняло? Операция быстро прошла. Кассиров самостоятельно оформляет заявление, открывает счет, предлагает открыть карту и подключит бесплатные услуги. СМС-оповещение и интернет-банка. После мы оформляем и обрабатываем всю информацию самостоятельно и передаем ее в САБЕС. И уже в следующем месяце пенсионеру придет СМС-ка о зачислении его денег. И еще. Сотрудники банка говорят, лучше приходить сейчас, чтобы не стоять долго в очередях в конце месяца. Информацию из банков еще должны обработать в центрах соцстрахования или САБЕСах. На это тоже нужно время. Поэтому пенсионеров просят не затягивать с открытием счета и идти в банк заблаговременно. Тогда пенсия придет уже в начале месяца. Люди, кто-то получал пенсию в середине месяца, в конце месяца, кто-то в начале месяца. А те, кому пенсия зачисляется на банковские счета, у них зачисление производится в первые рабочие дни. Пенсию на счет с октября в Приднестровье будут получать почти все пенсионеры. Исключение – инвалиды первой и второй групп, жители сел, где нет отделений банков и почты, а также люди старше 70. Опять же, это не запрет. По сути, счет в банке могут открыть все. Нам объяснили, в любое время мы можем пойти их снять, либо мы можем перейти потом обратно, потому что по возрасту мы имеем право на то, чтобы нам приносили. А сколько вам лет? 80. Не боитесь банкомата? Будем его осваивать. Если мы освоили мобильные новые, если освоили компьютер, освоим и следующее. Пока еще не пенсионерка, но 27 октября как раз выхожу на пенсии. У меня был счет, но я думаю, зарплату я получила на счете, а сейчас я думаю, что хорошо. Я думаю, тоже сделай карточку. А вот примеры с разными селами. Мы приехали в Карманово, это Григориопольский район. Уже с октября местные пенсионеры будут получать пенсии на карту или счет в банке. В селе есть отделение Сбербанка и банкомат Агропрома. То есть местные пенсионеры под исключение не попадают. Здесь можно снять деньги в отделении банка, а в магазинах платить картой. Мне не надо переходить, я уже давно на карточке. А сколько лет пользуетесь картой? Ой, давно, больше 10, наверное. Мне так удобно. Я себе на карту пришел, когда хочу, тогда и получил. Так что мне удобно. Я налички рассчитываюсь. А с картой получаю, вот как раз получил себе и все. Я где хочу, там и получу. До сих пор в Карманово пенсию получали наличными. С октября только на счет. В Карманово есть и более 500 пенсионеров. Когда выдается пенсия возле отделения сбербанка, сберкассы, вот наше собирается большое количество населения. Есть некоторые, которые занимают даже рано утром, с 7 утра занимают очередь. Наше отделение сберкассы в Карманово обслуживает Колосово, Карманово, Мочаровку, Котовку. Само отделение очень маленькое. Население было вынуждено находиться на улице, ждать своей очереди, что приносит какие-то неудобства. А это Котовка. В селе всего 4 пенсионера. Каждый месяц почтальон приносит им пенсию. Мы всегда в Котовке получаем 16 числа. Она ответственная. Она приносит, бывает и на велике. Не имеет значения погода. Мы знаем, что Лариса сегодня 16 будет. Обязательно. Это, она вообще ответственная. Мы довольны ею. Работает хорошо. Пешком тоже ходит? Бывает, да. Бывает, что бежит, прибегает, быстренько все. Сколько километров? Ну, мне кажется, 5, наверное, если вот так по трассе. Ну, немало. Да. Здесь только одна улица. Нет даже магазина. Каждое воскресенье местным жителям привозят хлеб и булочки. Оплата только наличными. Нужно что-то купить там где-то. Конечно, наличка нужна. Обязательно наличка. Например, творог у соседа. Это наличка. Это, у нас в селе карты нет, как банкомата же нет, ничего нет. Да. Малина продается в селе. Побежать надо взять примерно. Денежка нужна. Котовка. Село маленькое. Отделение банка и почты нет. Поэтому пенсию и дальше будут получать наличными. Села, как Котовка, относятся к исключениям. Остальным пенсионерам надо успеть открыть счет. Это можно сделать в любом банке. Нужны лишь паспорт и пенсионные.